Всем привет! Я только сейчас пришел в школу. Марик у нас вот второй день в школу ходит на занятия. Сейчас мы их забрали. И сейчас с Дианой мы едем в Сочи по делам. Сумасшедший день опять. Очередной! Мы только пришли на вокзал и сразу отъехали на автобусе. Нам просто очень повезло. Мы уже подъезжаем к Солу. На автобусе получилось на 20 минут дольше ехать, чем на маршрутке. Вот если на маршрутке мы час сорок ехали, то на автобусе два часа. Ну так в принципе нормально. Да, маршрутку еще бы ждали, пока наполнилось. Так тихо, спокойно приехали. Сиденье удобное. Можно разложить и лежать. Так что все хорошо. А еще немаловажно, что проезд здесь стоит 200 рублей, а не 250. Еще и сэкономили. Мы перешли границу буквально за пять минут. Куда, Диан? А в ту сторону такая очередь. Просто ужас. Вот тут люди говорили, что тоже быстро перешли, когда сюда ехали. Что-то непонятное. Раз на раз не приходится. Мы с Дианой сделали свои основные дела, из-за чего приехали. А сейчас идем на встречу с курьером. Диана заказала себе карту Тиньков. Сейчас возьмем. И потом мы свободны. Мы уже пришли в магазин, но что-то ничего интересного нет. Диана карту не получила. Там какие-то новые изменения. Потому что там нужно... Ой, я в маске так этот... Там нужно было вводить и абхазский паспорт, и российский. Что-то такое там непонятное. Вот сейчас мы походим. И еще узнали, что вообще мы сегодня должны были встречать Диануну тетю. Но как мы думали, что у нее самолет приземляется пол восьмого. А оказывается, пол седьмого. И вот сейчас нужно Сереже звонить. Да, у нас такие вообще планы были. Сережа нас приедет встречать. Но теперь надо пораньше все это сделать. Так что времени у нас уже много нет. Мы взяли себе еду, но здесь на вынос. Все столы убрали на фудкорте. Кушать здесь нельзя. Так что возьмем с собой сейчас и пойдем по своим делам дальше. Выживание в условиях коронавируса. Сидим и кушаем на лавочке. Дожили. А кушать-то хочется. Там еще бургеры взяли. Мы с Дианой уже в магните. Делаем покупочки для наших детей. Диана 96. Папки. Вот мы купили вот такие папки. У нас они стоят 220 рублей. А здесь 129 рублей. Вот чуть-чуть, но экономия и то хорошо. Ты такую берешь в тетрадь? Я сейчас тоже что-то выберу. Мы зависли возле креветок. Ирочки взяли, Диане и мне. Все, домой. Вернее, в аэропорт. Просто посмотрите, какой это рай. Класс. Лена нам сейчас видео прислала, что она уже села в Адлере. Мы, кстати, слышали самолет. Тут над магнитом пролетело. Мы только будем накасывать, а потом ехать к ней. Уже сколько? Она раньше 18.13. У нее вообще самолет должен быть 18.30. Но мы не виноваты. А мы стоим на остановке, ждем. Сняла на видео? Не успела? Лена написала, я уже багаж получаю. Мы почти час ехали в аэропорт. Буквально 10 остановок, наверное. Ужас. Что-то чуть Лену не можем найти. Увидели встречи. Все нормально. Мы, как обычно, переходим границу в темноте. Да, Диан? У нас только один раз было, что мы засветло вернулись. С сумками. Мы опять прошли без очереди. Оттуда стоит толпа. Но это просто проверить паспорт. И да, первый раз. Вот сейчас у нас паспорт здесь проверили. После пропуска этого. Мы добрались до машины. И сейчас нам Сережечка открыл вино. Будем праздновать с приездом. Комфорт. Маша, тут нам еще голубцы принесла, чтобы мы покушали. Все, едем домой. Ура, аллилуйя. Одиннадцать часов вечера. Мы вот только сейчас оставили Машу с Тетленой дома. И едем уже домой. Сейчас заберем детей. И все, наконец. Уроки там мама с ними сделала уже. Ничего себе. Это что, такой дождь, Сереж, был? Вот стекло грязное. Вчера у нас такие молнии, правда, были. Ужас. Вот сейчас на свету видно. Вообще. Я это не видела, потому что Маша впереди ехала. А я вот там сзади с Дианой и с Леной ехала. В принципе, мы быстро доехали. Нам было весело. Я сейчас расскажу, почему мы поехали сегодня. Ну, там нам кое-какие нужно было дела сделать. И заодно вот Лену встретить. Это Диана на тетя, получается, троюродная или двоюродная? Двоюродная. Двоюродная. Вот она к нам приехала с Тольятти. К нам, я так сказала, как будто к нам. К Ирочке приехала. К своей сестре. Будет у нас отдыхать. Почти 20 дней. Да. Короче, впереди еще гулянки нас ждут, да? Будем надеяться. Да. Если честно, я устала. У меня ножки очень болят. Ну, что, такие тапки одел. Да. Я в неудобной сегодня обуви была. И, честно, устала я. Одно хорошо, что нас Сережа встречал. Но он еще сегодня на работе был в Гудауте. Потом обратно вернулся за Машей. Ну, и оставил там людей. И потом снова поехал на Псо. Сколько, ты говоришь, сегодня проехал? Треставр. 44 уже сейчас. 344. Пока до дома доедем, короче, там все 350 километров будет. Сейчас детей заберем. Оставим Диану. Ничего не видно. Темнота. Вот. Гора. Просто море шикарное сегодня. В зеркало стоит. Может быть, мы скупаемся еще домой? У меня купальника нет. Хотя я не против была бы. Все. Все, сейчас соберем детей. И потом покажу уже, что мы купили, расскажу. Мы уже приехали домой. Сейчас быстро покажу, что купили. Потому что Максимус, ну, у нас еще, ну, там, Витя его уложил. Мы его перетащили. Он сейчас спит. Марика нужно тоже срочно укладывать. Я взяла шампиньоны. Очень дешево. Не помню, там 140 с чем-то рублей. Ну, не больше двух килограмм здесь. Я потом все цены напишу. Потому что сейчас даже нету времени смотреть все это. Купили еще вот такой набор рыбы к пиву. Ну, я бы не сказала, что она особо отличается там каким-то вкусом. Ну, в принципе, нормально. Один мы уже покушали по дороге. Взяла вот такую икру имитированную. Это Сережа у нас любит. Там еще вода тоже вот. Кубай. Это на границе мы прям взяли. Для Марика взяла икру ментая. Кстати, помнишь, в прошлый раз, что я брала икру, там акции не было. Она стоила 114 рублей за банку. Вот такую салаку взяла. Две тоже упаковочки. Да, булочки для гамбургеров. Четыре штуки. А чем столько бананов? Это мы уже на границе, когда вот доехали. Там магнит был. Вот, кстати, я там эту воду взяла и пить очень хотела. И там же бананы. Тоже очень дешево они стоили. И я взяла. Это не детям. Это нам на рожи, когда мы на пикник пойдем. Вот эти булки чесночные. Сережа тут машет рукой. Они так пахли на весь автобус. У нас дяной слюнки текли. Вот честно, Сережа, мы прям мечтали их покушать. Когда сели в машину, открыли, покушали. Чесноком пахнет просто классно. Но они безвкусные. Ни соли, ничего там нет. В принципе, можно покушать, если посолить. Ну так, не знаю я. Или, может быть, с борщом. Взяла я краски, гуашь, две штуки. На них акция была, чтобы дети рисовали. Одну Марику в школу, одну Максиму. Так, это вот сюда положу. Просто чесночные, да, магнит. Сухарики. Две штуки я взяла их. Это пижама. Вот помнишь, как я Марику брала такую уже? Только вот сейчас Максиму взяла. Знаешь, за сколько? Я даже запомнила цену. Кажется, стоит 19 рублей. Потому что последняя уже осталась. Вот такие брючки и маечка. И просто штанишки тоже. Тоже где-то такая цена. Я все подпишу. Сейчас времени нету в чеке смотреть. Вот честно, я очень устала. Это что? Это пенал для карандашей. Кажется, 14 рублей стоит. Но тоже подпишу потом все. Чуть-чуть рыбки? Чуть-чуть совсем. Рыба. Лещ вяленый. 204 рубля. Колбаса. У них была акция на вязанку. Две берешь и получается там 99 рублей одна колбаса. Ну, вот это на 200 рублей. Клей тоже что-то очень дешево там стоил. Хотя я купила, но на всякий случай. Ну да, это я уже говорила. Сюда же. Это для красок тоже детям. Не знаю, пригодится нет, но на всякий случай взяла. Я сейчас посмотрела в чеке. Эта папка, вот я говорила, что она дороже стоит, но она стоит 90 рублей. Это вообще просто подарок. Вот такой альбом еще взяли. Марику и Алексею. И вот по тетрадке. 48 листов нам учительница сказала купить. Ой, тут все уже сыпется, Сережа. Такие карандаши. Мне нравится то, что они сразу с ластиком. Марик такие любит. И осталась заморозка. Сережечка. Мы еще прошлые креветки не доели, но мы же не часто ездим в Сочи. Поэтому я взяла, опять была акция на креветки, 299 рублей килограмм. Вот я взяла 2 килограмма на 609 рублей. И еще я взяла корейку. Мне что понравилось, что она была со шкуркой. Сейчас скажу, цену тоже. Там цены как-то нет. 259 рублей. Ну там килограмма даже нету на 248. Все же, да? Еще штаны где-то я Максиму купила. В детском мире я купила Максюте штанишки. Ну, джинсы. Они стоили 500 рублей. Но у меня на бонусной карте были деньги. И они мне обошлись 450 рублей. Вот такие штанишки. Мне что нравится на резинке. Я на Марика хотела тоже в школу найти. Ничего не нашла, Сережа. Вообще. Мы в Глории джинс были. Мы были фонде. Ничего. Ни на меня, ни на них. Ничего не нашли. Тебе тоже майку ничего не... Вообще ничего не было. Сейчас в такой момент все скупают. Все собираются. Так как Максим спит, не знаю, подойдут они или нет. Потому что это рост 110. Может быть подойдут. Я думаю, что подойдут. Мы тоже так думали. Да. Просто вот хотя бы вот этот сезон отходить и все. Все. Мы сделали все дела, что хотели на сегодня. В принципе, правильно же? Да. Встретили Лену. Сейчас все это будем разбирать уже и ложиться спать. Очень устала, честно. Потому что сначала в школу, потом вот все это... И завтра в школу вставать уже почти 12 часов. Ужас, короче. Мы, конечно, сегодня устали. Но, в принципе, я... Что? Уже залез, да? В принципе, я довольна тем, что мы сделали сегодня. Единственное, я хотела еще зайти в салон Мегафон, чтобы узнать, что происходит с нашими деньгами на карте Мегафоновской. У нас снимают постоянно 119 рублей в сутки. И вот так сколько было времени, пока у нас уже почти минус. Они пытаются. У меня так получилось, что Амабайл не ловил. И я сделала вызов. Еще помнишь Тютрити, когда мы вместе с ней на море ходили? Да, случайно. И начали снимать деньги. И у меня с Мегафона я как будто бы находилась в роуминге. И каждый день у меня начали снимать 119 рублей. Пока не стало там у меня сколько? 13 рублей сейчас на счету. Я один раз пришла в Мегафон. Они сказали, покажите ваш паспорт. Я говорю, у меня паспорт... Ну, на мужа карточка оформлена. И ничего не получилось. Вот сейчас я взяла с собой Сережин паспорт. Но так и мы не попали в Мегафон. Мы хотели зайти, вот когда в Плазе были. Но пока Диана там расстроилась, что у нее с карты не получилось. И все. Кстати, когда у меня начала ловить карточка Мегафон, мне пришла СМС, что вы зашли на территорию России, вам там что-то в госуслугах нужно зарегистрироваться или что-то такое сказать там номер... Миграционки. Да, что-то такое, короче, я не знаю что. И вот из-за вот этого, что миграционку эту нужно заполнять там. И также и Диане отказали в получении карты. Потому что она делала как бы на Абхазский паспорт. И ей сказали, если вы делаете эту карту на Абхазский, нужно переходить границу на Абхазском. Короче, что-то там непонятное. Да, и она сказала, что я хочу тогда сделать на загранпаспорт. Короче, в итоге ей сказали, что ей перезвонят, но карту она получит позже. Я чувствую, как у меня камера нагрелась в руках. Все, мы это разбираем, все. И... Спать? Я устала, честно. Короче. Да. Дело... Уже к утру спробовать. Нет, почему еще 12 нету, как у утра. Все, на этом мы прощаемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok